Международный день инвалида, который празднуется 3 декабря, в Люберцах отметили концертом. Мероприятие провели в Люберецком дворце культуры. Тему продолжит наш корреспондент. В программе празднования дня инвалида не только концерт, но и выставка картины предметов, выполненных в технике декупаж, которая раскинулась в фойе ДК. Зрители не торопятся, изучают экспонаты и полотна, которые созданы люберчанами с ограниченными возможностями. Нам оказывается хорошая помощь благодаря Владимиру Волкову, который нам, ну как скажем, силу его возможности, он нам оказывает помощь. У нас был очень плохой козырек около общества. Мы к нему обратились с этой просьбой и в течение двух дней нам козырек ЖУ сделал. Праздничный концерт открыли сводный детский хор «Люберец» и преподаватель по вокалу детской музыкальной школы номер 2, солист Евгений Саулин. Администрацию округа представила заместитель главы Марина Зинкина. С глубоким уважением я отношусь к данному празднику, я отношусь к вам. Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что мы все разные, но сложности у всех одинаковы. И также мы все одинаковы к тому, что необходима нам любовь, надежда, вера и нам необходимо внимание, внимание наших близких. Несмотря на сложности со здоровьем, люберецкие инвалиды живут активной жизнью. Недавно вернулись с областного конкурса «Ох уж эти бабушки», завоевали грамоты и кубок. Также мы помогаем военнослужащим, которые, ну, сами знаете, бабушки – это бабушки. Они хотят всегда всех согреть заботой и теплом. Поэтому мы участвовали в акции, раздавали пирожки около военкомата. Сами мы пекли, их не покупали. И, соответственно, мы вяжем носочки и отдаем через Преображенский наш храм. У нас в городском округе Люберцы проживает порядка 18 тысяч людей с ограниченными возможностями с дороги и 900 детей инвалидов. Для всех этих людей предусмотрены меры социальной поддержки. Такие, как бесплатные путевки в санаторий, это нежемесячные доплаты к пенсии, это наша замечательная программа губернатора «Активная долголетия». Я знаю, что многие из вас активно участвуют в этом проекте. В концерте также приняли участие вокальная группа «Джой Тимс», театр мюзикла «Успех» и другие творческие коллективы. «Бескорыстно руку протяните, те, кого постила вдруг беда, добрые слова вы говорите, каждому нужны они всегда». Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Джой Тимс». «Джой Тимс».